Перехваченный телефон на разговор Ника и Майка стал в том числе поводом для шуток, отдельных шутников. Ну, допустим. Хотя это нормально. Те, чье призвание смешить людей, этим и должны заниматься. На этом можно даже зарабатывать, если ты, например, клоун, юморист или кто-то еще. Но лично я предпочел бы смеяться последним. Меня зовут Игорь Тур и я дополню инфополе еще одной записью телефонного разговора. Даже не одного. Пикантность в том, что его главный герой как раз узнаваем. Это бывший сотрудник телеканала ОНТ. Я для начала поясню. Журналисты ГосМИ не кровожадны. Мы за диалог. Но организаторы протестов, на наш взгляд, переходят красную черту, когда для решения своих задач начинают гнусно использовать тех, кто слаб. Дети, инвалиды, пенсионеры. Это было для затравки. Позже будет остальное. Я для начала отвечу на немой вопрос. Откуда у нас эта запись? Скажем так. Наши оппоненты из телеграм-каналов любят формулировку «Нам это прислали неравнодушные белорусы». Нет проблем. Эту телефонную запись нам прислали неравнодушные белорусы. Там поверьте на нее пенсию. Пусть она идет, говорит, что-то там постоянно. Смотри, я, скорее всего, буду работать с одним из двух операторов, которые документалисты и параллельно работали на новое время. Мужской голос – это гражданин России Юрий Ленкевич, телеоператор московского корпункта норвежского телеканала НРК. Да, упоминаемый Ян – это норвежец корреспондент, который в Минске бывал, но сейчас работать без аккредитации у нас сложно, поэтому норвежцы из Москвы нашли подрядчика. Женский голос на пленке – это как раз уволившаяся в 2008 году экс-сотрудница ОНТ Татьяна Шунтова, которая еще недавно с удовольствием обеспечивала массовость гордости лукашенковской Беларуси европейских игр, работая в организационной дирекции. С Татьяной я лично не знаком, но была она у нас продюсером, то есть помогала корреспондентам организовывать съемочный день и договаривалась с героями репортажа на интервью. Сейчас ее работа плюс-минус в том же, но уже для всех, кто закажет, и с существенными изменениями. Так вот, норвежский телеканал заказывает у Татьяны репортаж с марша пенсионеров, который прошел в понедельник. Пока я не вижу информации по поводу марша в понедельник, и у меня такое ощущение, что будет все понятно по итогам завтрашнего марша, который будет идти в сторону ручья, где живут ОМОНовцы, женского марша, потому что нас тут типа говорят, что радикализируются эти анархисты. Супер. Анархисты и правда радикализуются. Тут Татьяна права, пенсионеров было бы неплохо и поберечь, но ведь норвежцы просят репортаж. И платят за это вполне сносные деньги за полтора-два часа работы. Там 200 евро ваша оплата по Москве, мы готовы работать за столько, за сколько есть. Если можно больше оплатить, всегда будем рады. Нет, значит, 200 евро это оператор, а значит, и ты сколько тебе платил там, Ян, тогда, и сколько вы договаривались? Мы тогда работали за 80 евро в день, вот. Ну давай 150, скажем и все. Я ему объясню, что вы там вообще под пулями просто сидите. Приблизительно так они в своем эфире и сказали. Вот серьезно, нужно еще что-то объяснять. Татьяна и Юрий своего же заказчика дурят, ему втирают, что в Минске война. И здесь нет политики, нет идеологии или хотя бы невероятности. Это просто лишнее 50 евро, ради которых дружные независимые журналисты готовы сказать что угодно. А норвежцы потом смотрят у себя и верят. Да и вообще, весь разговор на 8 минут от обсуждения не только того, что нужно снять Татьяне, но и того, что нужно сказать герою. А герой обязательно нужен. Вы это наверняка замечали в эфире. Показывать что-то массовое через частное. Татьяне нужен человек из толпы. Но героя она не ищет, она его создает. Вот еще один разговор. Алло. Елена, здравствуйте. Татьяна. Добрый день, Татьяна. Я узнала. Ну, знаете, что хотела вам сказать? Такая мысль у меня остальная. Я в понедельник буду работать для норвежского телевидения. Снимать марш пенсионеров. Скажите, а вы сами случайно не хотите приехать в Минск, но мы бы вас обратно на машине отвезли с оператором. И дорогу я бы вам оплатила. Но вас подснять и сделать героиней. Ну, просто интервью записать и прочее. Я не знаю, как вы по времени. Задача такая. На самом марше пенсионеров снять обычного человека, кто пришел на марш пенсионеров. Фразочку для окончания сюжета, чтобы она сказала какую-нибудь... Ну, типа, знаешь, там на митинге, да, что я это все делаю ради сына, ради молодых, которые вот они борются сейчас за свободу. Вот что-то типа такого. А, да, да. Она, я думаю, так и будет говорить. На это предложение Елена Логинова из Солигорска согласилась и выступила якобы случайным участником марша пенсионеров и слезно рассказала придуманную продюсерам историю. Я вообще противник имен и фамилий в эфире, но от своего принципа в данном случае отказался, потому что считаю, что Елена этого заслуживает вот по этой причине. Сегодня мне приятную новость сказали. Не знаю, насколько с Минска звонили и сказали, что подожгли там, подожгли один домик. Да вы что, да, я еще так особо не смотрю новости. Ну, вот мне сказали это, начальника ОМОНа. Ну, даже как-то, может, это некрасиво, но почему-то мне приятно. Да. Елена судья бог, но, возможно, еще и прокурор Минской области. Что же до Татьяны Шунтовой? Татьяна, сейчас лично к вам, и лишь вы одна поймете, о чем я. Вы ведь не только эту женщину просили стать вашим героем. И у нас есть запись и того разговора. И если бы я его сейчас включил, вы были бы публично уничтожены. Но не только вы. Для меня так сделать, это мерзость, и я так не могу. А вы и такие, как вы, на такой мерзости заработали бы. Даже не 50, а, возможно, 500 евро. Те, кто за протесты, часто любят повторять, и мне в том числе, нам жаль вас. Ну, нас в смысле. Татьяна, мне жаль, что я был вынужден слушать 25 минут и 58 секунд. Что, как и кому вы говорили ради просто денег? Что осталось сказать? Татьяна в обоих разговорах хвасталась, как работала еще на митинге инвалидов в прошлый четверг. Просто послушайте. Вытернули юриста по правам инвалидов, который был специально для того, чтобы на слухе их задержания. Все. А так вы пошли там ковыляли, да. Но, конечно, в этом все хуже всего, что люди с инвалидностью первой и второй группы могут выглядеть абсолютно, как мы с вами. Дорогие пенсионеры и инвалиды, вам вот и сегодня публично говорили, что вы невероятные, и у вас светлые лица. А когда ваши организаторы обсуждают вас между собой, то вы ковыляете и выглядите недостаточно плохо для картинки. Потому что плохая картинка стоит дороже. А в целом, люди, которые ходят на митинги, то, что из телеграм-каналов или от таких вот журналистов вас вдохновляет на марши, этого не существует. Это просто кто-то цинично зарабатывает. И вот что касается тех, кто стоит 50 евро, у нас еще много похожих аудиозаписей. Ограничьте, пожалуйста, уровень своей мерзости. На деле, не на словах. На словах вы, возможно, наговорили уже на пару лет. Последнюю фразу поймите верно. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова